Военные самолеты Это новейший истребитель ВВС Соединенных Штатов Рептор F-22 С двумя двигателями, развивающими до 35 тысяч фунтов силы тяги Рептор может покрывать большие расстояния со сверхзвуковой скоростью Его называют суперлайнер F-22 может нанести удар и исчезнуть в следующую секунду Но он не только быстрый Рептор почти незаметен для радара Его называют невидимкой Мужчина или женщина, пилотирующая Рептор Должны быть самыми лучшими в этой профессии Но эпоха взаимоотношений между человеком и машиной Возможно приближается к концу Рептор создан для того, чтобы летать, думать и при необходимости атаковать без вмешательства человека И возможно человек не сможет последовать за самолетом туда, куда он отправится Эпоха стелса К середине 20-го столетия такая техника, как реактивный самолет и ракета Это сделало возможным введение глобальной войны Напряжение возросло с наступлением холодной войны Угроза воздушного нападения никогда еще до этого не была более реальной Над районом боевых действий сегодня летает узел коммуникаций Патрульные самолеты дальнего обнаружения или АВАКС Этот воздушный глаз использует свои сенсоры для обнаружения воздушных целей Мощные компьютеры на их борту и операторы, работающие на них, обрабатывают информацию Они умеют отличить друга от врага и направить военную мощь на цель История самолета-разведчика – это история самого боевого самолета С самого начала самолет доказал свою ценность для военных командующих, став их глазом в небе Но на огромном поле битвы Первой мировой войны, испещренном траншеями и огневыми позициями Юркий маленький самолет выступил еще в одной роли Став картографом Во время Первой мировой войны обе стороны занимались аэрофотосъемкой в большом объеме И причиной многих воздушных схваток той войны было предотвращение съемок с воздуха Аэрофотосъемка, дающая возможность обнаружения оборонительных сооружений врага Вызвала появление вооруженных мер противодействия Началась война в воздухе Генералы прекрасно осознавали значение таких снимков И началась воздушная разведка Этот снимок сделан во время Первой мировой войны Думаю, что принимая во внимание ограничения высоты полета, существовавшие в то время И то, что цели находились практически на передней линии Можно сказать, что качество этих снимков удовлетворяло те задачи, которым они служили В то время офицеру разведки нужно было увидеть структуру траншеи врага и расположение колючей проволоки Траншеи были прекрасно видны Украшенные такими зубчиками, особенно траншеи у немцев, которые прекрасно строят окопы Они очень хорошо были видны Мы очень хорошо можем различить колючую проволоку на этой фотографии В виде темной полосы, которая образуется из-за тени, которые отбрасывают сорняки и высокая трава, бесконтрольно растущие под проволокой Первая мировая война доказала ценность воздушной разведки Необходимость в более резких фотографиях, сделанных на большой скорости, привела к созданию фотоаппаратов, сделанных по спецзаказу Огромной разницей между концом Первой мировой войны и Второй мировой стало появление автоматической фотокамеры Это F-24, типичный представитель тех первых фотоаппаратов Это самые лучшие объективы, которые были у британцев В то время электропривод подключен к электрике самолета Одно простое движение в кабине пилота давало возможность сделать 20, 30, 40 кадров Но с ускорением фотосъемки тоже происходит и с самолетами В военное время самолету-разведчику всегда надо быть немного быстрее и немного выше противника, чтобы безопасно выполнять свою работу Для этой цели в 1939 году с британского истребителя Supermarine Speedfire было снято все вооружение И вместо этого он был оснащен фотоаппаратом F-24 Его миссией стала фотосъемка на немецкой территории И все это было замыслом австралийского изобретателя-одиночки и пилота Сиднея Коттона Сидней Коттон, пожалуй, единственная важная фигура в создании современной технологии фоторазведки Он был одним из тех немногих, кто признавал возможность разведки за пределами боевых полей Коттон оснастил свой самолет тайной фотокамерой Его план состоял в тайной съемке военных установок немцев И он не рассчитывал, что однажды ему придется взять на борт немецкого генерала Разоблачение привело бы его к неминуемой смерти Существует история о том, что Сидней Коттон и в самом деле провел одну из своих операций Со старшим немецким офицером на борту, который не имел никакого представления о том, что там происходит И когда в кабине зажегся зеленый свет, сообщавший о том, что работает камера Генерал спросил его, что это значит, а тот ответил, а это показатели уровня горючего Коттон был человеком без нервов Накануне Второй мировой войны Сидней Коттон изобрел самолет-шпион Еще в то время, когда Сидней Коттон совершал свои секретные полеты Его собственные вышестоящие начальники вели испытания сверхсекретного изобретения Которое должно было сделать уязвимыми все самолеты Радиоперингация скоро должна была изменить форму войны В действительности радар, как его станут называть, изменит форму самого боевого самолета Радар — это первый эффективный способ видения без помощи глаз Вы можете обнаружить местонахождение предмета на достаточно большом расстоянии И как только вы точно определили, где он находится, можно говорить о том, как с ним расправиться Появление радара осложнило работу аэрофоторазведки С концом войны закончились и секретные миссии Сиднея Коттона Но для его наследия самолета-шпиона время еще не наступило В непрочном мире, наступившем после Второй мировой войны, тайное наблюдение вступило в пору зрелости Благодаря одному человеку самолет-шпион войдет в учебники по истории Его имя — Кларенс Келли Джонсон Келли Джонсон был гением с необузданной фантазией По записям в его дневниках можно проследить ход его мысли То, как он делал проект, как продвигал его с самого начала и до конца Он всегда был впереди, стоявший перед ним проблемы Он был уверен, что знает то, в чем нуждается заказчик И иногда предоставлял ему необходимый продукт еще до того, как тот понимал, что именно это ему было и нужно Новые самолеты-шпионы — это были специализированные Ю-2 — самолеты общего назначения, скрывающие свое настоящее предназначение — разведку для ЦРУ К 1950 году радар стал достаточно мощным, чтобы видеть на 10 миль в высоту Русские средства...